Всем доброго времени суток, товарищи зрители, это WorldBoy и в этом видео речь пойдет о совсем веселых вещах. Ну значит, я думаю многие из вас знают, там может видели в профиле Батологии я писал, что я обновляю видеокарту и вообще как бы собираюсь сделать такой массовый апгрейд компьютера полный. Ну значит, первый план я выполнил и лучше бы я его не выполнял. Значит, как бы в моей старой системе, это GTS 250 была видеокарта, я так понял, что именно она была самым, так сказать, слабым звеном и решил ее обновлять именно первой. Очень пожалел об этом, честно. Ну это я уже второй спойлер даю к информации, которая пойдет выше, но обновил я ее и я думал, что когда я обновлю, то я буду получать 50-60 FPS на кастом настройках. О каких настройках я сейчас говорю, речь пойдет чуть-чуть позже. Ну то есть я просто не играю там чисто на ультра, чисто на средних, чисто на высоких. То есть нужные параметры я выставляю на... То есть все зависит от параметра, от его влияния на графику и на красоту в самом игре. Ну значит, я чуть-чуть отвлекся. Значит, я купил, я остановился, свой выбор на видеокарте Radeon HD 7850, 2 гигабайтового, 2 гигабайтового и 256 бит шины. Значит, что я думал? Я думал, я буду иметь как минимум 50 FPS в своем родном разрешении с этой видеокартой. И вы знаете, как же я ошибался тогда, потому что то, что я имею сейчас, это просто кошмар. Потому что в любых настройках, при любом разрешении, при любой вообще общей детализации, на любой карте я имею 42 FPS. В лучшем случае 42 FPS. Бывают проседания до 20, до 30, но суть в том, что графика как бы не окупает этого. Я ставил на минимум и я получал ровно те же FPS, что были на максимуме. То есть на разрешении 800 на 600 при полном минимуме, когда просто глаза режут, это говно, а не графика. Я имею те же 40 FPS, при том, что на старой GTS 250 я получал 70-80 кадров в секунду. Это на старой GTS 250. Да, очень-очень интересный выбор. И как бы я опять же снова обратился за советом к форуму. И знающие люди, но я надеюсь, что не знающие, они подсказали мне, что дело в процессоре. Да, я как бы грешил на него, но я не думал, что все будет зависеть именно так как бы катастрофически от процессора. Что мол, FPS выше 40 не будет и на минимум от Ultra FPS тоже не будет отличаться. Ну, в общем, посмотрев, какой сокет у моего процессора, то есть AM3 вообще у материнской платы, то есть сокет стоит, какое гнездо, я понял, что нужно менять еще и материнскую плату. Потому что под такой сокет, под сокет AM3, ни хрена уже сейчас найти стоящего нельзя. Потому что те модели нормальные, точнее, та модель одна, которая была в производстве нормальная, она уже снята, она уже все, она не выпускается. А все остальные, они максимум отличаются от моего Atlona на 4% производительнее. То есть покупать новый процессор, который на 4% производительнее, чем твой нынешний, это смех. Оптимальным выбором в данный момент было бы приобретение либо Intel Core i5, либо какого-то там FX 4 циферки, блядь, супер-пупер процессор. Но где мне взять деньги на материнку под этот процессор? Где мне взять деньги на этот самый процессор? Где взять деньги бедному студенту? Это импосибру, все, это замкнутая цепь, ребятки. Я не могу записывать сейчас ничего, я не могу ничего вообще делать в игре. Этот геймплей, который вы сейчас видите, он был записан, хрен знает, когда давно, еще на монтаж, который я так и не выложил. Хотя он у меня завершен, ну, процентов так на 50 сейчас лежит, проект. Может вот, вот, прямо сейчас я вставлю его изображение вместо этого дерьмового убийства, которое я, наверное, скрыл, да. Да, что делать? Как решать проблему с производительностью? Я, если честно, вообще не секу. То есть, каким образом буду это все решать? Скорее всего, отнесу в материнку видеокарту в магазин, а если не примут, там же просто какие-то законы. Мол, если ты не пользовался, ты можешь вернуть, а если ты пользовался, то иди в жопу своим возвратом. Но, в общем, все очень печально, все очень грустно и все очень плохо. Вот так вот обстоят дела на данный момент. Кстати, если вы заметили, то геймплей записан с ФАМАСом, да, это такое прикольное оружие. Я тоже его открыл для себя недавно. Может быть, когда я все это починю, когда все это дерьмо с производительностью и оптимизацией пройдет и сойдет на нет, когда я буду получать нормальный FPS стабильный при записи, хотя бы на высоких, да хотя бы на низких. Дайте мне нормальный FPS, я вам что-нибудь запишу, какой-нибудь гайд по контролю именно ФАМАСа, потому что там как бы тоже интересная штука, очень своеобразная и при правильном пользовании можно много чего добиться. Думаю, сейчас моя ситуация стала ясна, как никогда. Вы знаете, я не хотел специально делать до покупки видеокарт никакого видео, чтобы просто вот как бы я купил, я записал что-то на ультра, я вот был такой наивный, думал, что вот я приду, такое поставлю и установлю драйвера, запишу что-нибудь на ультра, выложу, прокомментирую, мол, как все охрененно стало на ультра, как все круто, это совсем другая игра, честно, так и думал сказать, но не тут-то было. Ну, в общем, всем спасибо, что вы посмотрели это видео, если вы досмотрели его до конца, да и просто, что вы кликнули, спасибо. В любом случае, это поддержка, подписывайтесь на канал, в такую трудную минуту мне, хоть это будет согревать сердце. Все, всем спасибо, все свободны, пока.